Всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как можно легко и быстро редактировать файлы, снятые на нашу камеру GoPro Max 360. Для начала мы переходим на официальный сайт GoPro и скачиваем GoPro Player для нашей операционной системы. В данном случае у меня macOS. После установки программы открываем ее и находим наши файлы на флешке. К примеру, это будет... пусть будет вот этот файл. Здесь я могу сделать как раз-таки редактирование на полный экран, либо убрать. Здесь мы можем выровнять нашу линию горизонта. Указателем мыши мы можем делать панораму нашего видео, то есть перемещать кадры туда, куда нам нужно. Можем отдалять также. Для начала я хочу обрезать наш видеофайл, потому что он слишком... лишние кадры здесь есть. К примеру, начнем вот отсюда. Я нажимаю на ножницы, нажимаем еще раз и выбираем кадр дальше, в конце видео. Пускай будет немного вот здесь. Нажимаем еще раз на ножницы и нажимаем ОК. Он создает наше новое видео. После чего мы нажимаем вот на перекомпоновку. Здесь мы ставим наш ключевой кадр и меняем положение камеры, чтобы она смотрела в нужном направлении. Немного отдалим. Выровняем наш горизонт. Нажимаем ОК. И немного еще выровняем. Вот здесь. Нажимаем ОК. Далее я хочу сделать движение нашей камеры, чтобы она двигалась в другую сторону. Мы на таймлении идем немного дальше. Нажимаем на ключевой кадр и меняем наше положение. Так как мы хотим. Пусть будет в эту сторону. Немного приблизим. Выровняем наш горизонт. Дальше немного сдвинем здесь. И нажимаем ОК. Делаем следующий кадр. И, к примеру, я хочу сделать, чтобы у нас показывалось в виде сферы. Также мы редактируем. И я хочу отдалить и повернуть в плане горизонта. Чтобы видно было наш крест. Отдаляем еще. Редактируем. Чуть-чуть приблизим. И нажмем ОК. Здесь редактируем. Снова немного поправим горизонт. Нажимаем ОК. И в конце я хочу сделать, чтобы видео показывало на меня. Сделаем наш ключевой кадр в конце. И редактируем дальше. Выравниваем наш горизонт. И приближаем. Нажимаем ОК. Здесь мы можем также сделать наш переход. Это либо линейное ускорение, замедление, смягчение, либо джемпед. Здесь я, к примеру, хочу сделать ускорение. Нажимаем крестик. Идем дальше. Здесь мы, пожалуй, сделаем смягчение. Дальше. Здесь я тоже сделаю смягчение. Здесь мы можем, в принципе, оставить так. Вот и получилось наше видео. Далее нам нужно его экспортировать. Здесь мы можем выбрать наш формат, который нам нужен. В данном случае я хочу сделать 16 на 9. И нажимаем кнопочку Экспорт. Переходим в расширенные параметры. И выбираем наше разрешение. Либо 720, либо 1080. Также мы можем выбрать наш кодах HVC, H264, либо ProRes. В данном случае я выберу ProRes, потому что он сохранит в наиболее лучшем качестве. После чего я нажимаю Далее. Выбираем наше название. Oopro Max. И место, куда мы хотим его сохранить. После нажимаем Сохранить. Он начинает делать рендер. Итак, наше видео готово. Мы можем его посмотреть. В следующем видео я покажу, как можно редактировать 360 видео с помощью Final Cut. Надежда. Будет сниматься. КОНЕЦ. Продолжение следует... Продолжение следует...